Февраль традиционно один из самых холодных месяцев в году, но это вовсе не повод для того, чтобы проводить его перед экранами своих телевизоров на диване. Исключение – наш новый выпуск программы «Время спорта». Меня зовут Анатолий Головко и сегодня мы расскажем вам о беге на свежем воздухе. Многие приверженцы ЗОЖ боятся навредить здоровью и не выходят на зимние кроссы. Их опасения не напрасны. Действительно, зимний бег может навредить, но если вы проконсультируетесь с грамотным специалистом, проблем можно избежать. Я тоже не стал рисковать и встретился с автопедом Дмитрием Кудашевым перед выходом на зимнюю пробежку. Особое внимание нужно уделить первое. Конечно, это адекватной полноценной разминке перед занятиями спортом. Даже не важно, что это будет бег или последующая какая-то тренировка у человека. Разминка обязательно должна быть. Перед выходом на пробежку нужно детально изучить маршрут. Если вы не хотите получить травму и на несколько недель прервать цикл тренировок. Когда человек начинает заниматься бегом, ни в коем случае не выходить на те площадки, на те дорожки, которые для человека неизвестны. Потому что очень часто бывает, человек посмотрел, где-то прикинул возле дома какой-то маршрут и с утра на следующий день начинают вот эти самые занятия. Это очень опасно с точки зрения получения травм, естественно. Выбор экипировки. Здесь необходим совет профессионала. Не стоит заниматься этим самостоятельно. Одежду и обувь для спорта нужно приобретать все-таки в специализированных магазинах. Чтобы специализированные отделы магазинов, где консультант всегда подскажет, какая одежда и какая обувь подойдут к тому или иному виду спорта, тому или иному покрытию. И самое главное, учесть факт именно степени нагрузки, которую предполагается будет испытывать человек. Потому что если это какие-то, допустим, длительные дистанции, марафонские дистанции, небыстрый бег, это одна экипировка. Если это какие-то спринтерские вещи, это какие-то забеги на скорость, силовые вещи, то, естественно, возможно, здесь уже будет другая одежда и обувь. То есть здесь подходить к этому самостоятельно, наверное, не стоит. При несоблюдении советов доктора можно столкнуться с множеством проблем. Чтобы понимать цену ошибки, мы попросили Дмитрия Кудашева наглядно показать разницу между больными и здоровыми суставами. И падение, и неадекватно подобранная обувь, и неадекватно выбранное покрытие, оно гораздо тяжелее воспринимается. Эти нагрузки гораздо более жесткие для коленного сустава, чем бег летом, например, по специально подготовленной поверхности, в специально подобранной обуви, чем зимой. И вот эти нагрузки на хрящ, они могут приводить к его повреждению, либо к какой-то деструкции, генерации. Вооружившись теоретическими знаниями, решил встретиться с атлетом-любителем Дмитрием Ануфриевым. Дима занимается бегом уже на протяжении четырех лет, ведет блог своим Инстаграм и личным примером вдохновляет людей заниматься своим здоровьем. В том числе и меня. Дима, привет! Привет! Как сегодня погодка вообще, как считаешь, можно сегодня будет пробежать, попробовать? Да, погода сегодня ветреная, но теплая. Бегать в этот период можно, но нужно хорошо утеплиться. Дим, давай тогда приступать к разминке, с чего начнем, с какого базового легенда? Начнем с рук обычно, просто можно подвигать кистьями. При беге участвуют вообще все мышцы в теле, вот, и поэтому важно вообще, чтобы кровь начала в организме пульсировать. То есть нужно разминать вообще все группы мышц, которые только возможно размять? Ну, без фанатизма, конечно. Так, дальше что у нас? Плечевой сустав. Обязательно ноги делать небольшую растяжку, только не переусердствовать. Если делать растяжку долгой, то мышцы расслабятся. А таким образом мы от чего себя продохраняем сейчас, вот, когда выполняем растяжку? Мы подготавливаем мышцы к нагрузке, чтобы избежать травм из-за нагрузки, которая сейчас возникнет во время бега. То есть здесь коленный сустав, голеностоп наверняка тоже, да? Ну, вот, упражнение на голеностоп. Голеностопные суставы, икроножные мышцы, квадрицепсы, вот, все эти мышцы нужно размять. Короче, прорабатываем прям все конкретно. Можно просто вот на носочки поставать, очень хорошо голеностопный сустав работает. Если вот не подготовиться, не начать с разминки, то чем это может быть чревато, каким родом травм вообще, что может полететь? На самом деле, в летний период травм получить будет очень сложно, если бег будет не интенсивный. А сам по себе легкий бег, он является как разминка, вот, но в зимний период очень много снега, вот, и из-за этого, ну, вот, из-за всех этих неровностей нужно быть готовым к нагрузкам, и сам бег по снегу, он немного сложнее, чем бег по асфальту. Когда мы бежим по неровной поверхности, есть риск получить травму больше, нежели... Да, конечно, очень работают мышцы-стабилизаторы, вот, и из-за того, что мы бегаем по неровной поверхности, у нас все время голеностоп находится в непривычном положении, вот, и очень важно, чтобы все было в рабочем состоянии на момент пробежки. А сколько нужно вообще времени уделять в разминке перед пробежкой? На самом деле, достаточно 5 минут, чтобы все мышцы просто привести в тонус, чтобы они уже были готовы к нагрузке, и все. Отлично. Ну, то есть, по сути, сейчас разминку мы уже практически выполнили. Можно приступать. Да. Как правильно дышать при пробежке? Какую дистанцию выбрать на первом этапе? И почему важно отслеживать свой пульс? В любом спорте не бывает мелочей. Разбираемся подробно в каждом из пунктов вместе с нашим героем. Дим, бытует мнение в интернете о том, что во время бега правильно дышать носом, особенно это актуально зимой, потому что, вот, сам видишь, и метель, и холода, и чтобы не застудить горло, говорят, что нужно дышать носом. Правильно? На самом деле, это в корне неправильно. Нужно дышать, как дышится. То есть, вот, ты как человек умеешь дышать, и вот, как тебе хочется дышать, ты так и должен дышать. Вот. Во-первых, когда холодный воздух попадает в легкие, он не успевает, он еще становится не холодным. То есть, он проходит систему фильтрации организма, и в легкие он уже попадает холодным. Если речь идет о низких температурах, скажем, если ниже 15 градусов, то в этом случае уже лучше использовать какой-нибудь баф, особенно для новичков. Баф это что? Баф это вот такой вот. А, ну, в общем-то, как у меня, типа BlackLaw. Да. Вот. Тем самым дополнительная защита для, ну, от холодного воздуха. Ага. Вот мы сейчас пробежали, и что ты посоветуешь вообще новичку-любителю, который только начинает бегать? То есть, какой должен быть темп, какая периодичность занятий в неделю, какие у тебя есть советы? На самом деле, особенно новичкам, нужно ориентироваться не на темп. Вот. Многие этим пренебрегают, но лучше всего приобрести пульсометр. Это вот такие вот смарт-часы. В любых смарт-часах есть пульсометр. В более дешевых моделях он не совсем точный, но пульсометр это очень важная часть. В интернете можно посмотреть, что такое пульсовые зоны и какие они бывают. И ориентируясь по той нагрузке, которая идет на наш пульс, уже вот рассчитывать нагрузку по бегу. А вот какую нагрузку лучше дать в плане кругов, километража, если ты только начинаешь заниматься? То есть, там, два километра, допустим, на первую пробежку. Как начинаешь, можно начинать с километра, с двух, с трех, с пяти, сколько организм позволяет. Прислушиваться уже к себе, да? Да. Ну, сильно, конечно, нагружать организм нельзя. Вот такие дистанции уже, как 10 километров, это уже нужно немного подготовиться. До пяти километров, я считаю, это вполне адекватной нагрузкой. Вижу в инстаграме, что ты много бегаешь, вдохновляешь многих своим примером, на самом деле, меня в том числе. Вот хотелось бы спросить, насколько сейчас популярен этот вид спорта, вообще легкая атлетика, и видишь ли ты на улицах единомышленников, когда выходишь на пробежки? Бег сейчас становится очень популярным, и, мне кажется, он все больше и больше популярность набирает. Вот сейчас я занимаюсь по набережной, и даже вот на сегодняшней пробежке, которая у меня была до этого, я встретил бегуна, вот метель идет, и вот мы бегаем. Ну, то есть, невзирая на погодные условия, люди, тем не менее, выходят и спортом продолжают сниматься? Да, летом, конечно, людей намного больше. Я бегаю в основном перед работой, вот. Вот, и с утра тоже достаточно много людей. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок вырос сильным, выносливым и целеустремленным, то вам определенно стоит сделать выбор в пользу легкой атлетики. Главное, никакой самодеятельности. Я считаю, что детям нужно заниматься исключительно с тренером в каких-либо легкоатлетических клубах, которые есть в Самаре. Это могут быть как различные кружки в школах, так и могут быть какие-нибудь специальные спортивные секции. Также есть люди, которые занимаются на набережной с детьми и еще всякие спортивные кружки. И это нужно для того, чтобы дети не травмировали себя и получали правильную нагрузку на свой организм. Как правильно питаться, если вы занимаетесь легкой атлетикой на свежем воздухе? Отвечаем на этот вопрос в нашей традиционной рубрике «Чемпионский ингредиент». Вообще, правильное питание подразумевает, что это будет разнообразное питание. Важны такие вещи, как и жиры, и белки, и углеводы. Все это должно быть в достаточном количестве. Люди, которые получают физическую нагрузку, им нужно немного больше, чем человеку, который не занимается спортом. Поэтому рекомендуется перед пробежками немного поесть. Даже если вы преследуете цель, чтобы сбросить вес, все равно желательно немного поесть. И чтобы организм получал необходимую энергию во время пробежки. Сам процесс похудения происходит не во время того, когда вы занимаетесь спортом, а уже во время восстановления. Поэтому важно, как достаточно спать, чтобы организм восстанавливался, и питаться, чтобы организм укреплял мышцы. Именно мышцы расходуют ту энергию, которая влияет на похудение. Надеюсь, что у вас не осталось вопросов. И сегодня, благодаря нашей программе, вы тоже выйдете на свой первый зимний кросс. Дорогие телезрители, важно помнить, что бег продлевает жизнь, а беготня укорачивает. Коротко о главных спортивных событиях региона расскажем в нашем традиционном дайджесте. Начинаем с триумфаторов прошлой недели. Баскетболисты Самары вырвали победу в ответном полуфинальном матче Кубка России у столичной Руны со счетом 89-74. Не помог москвичам и прославленный российский центровой, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе Кливленд, кавалер Стимофей Мозгов. В финале турнира наши спортсмены встретятся с темпом из ревды. Крылья Советов продолжают подготовку к возобновлению сезона в турецком Велике. К нашей команде уже присоединился бразильский защитник Фернандо Констанца. 23-летний игрок имеет опыт выступлений на групповом этапе самого престижного турнира Европы. Он провел 6 матчей в Лиге чемпиона в составе молдавского шерифа. Констанца будет выступать за Болжан под 22 номером. Контракт рассчитан на 3,5 года. На этом наш выпуск завершен. Занимайтесь спортом, прислушивайтесь к своему организму и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова